В эти минуты в Таразе проходят международные туристские форумы H&TARAS 2017. В его работе принимают участие эксперты из Европы, Китая, России, стран Центральной Азии. На прямой связи со студией моя коллега Анастасия Сулейманова. Добрый день, Анастасия. Расскажите о том, сколько человек принимает участие в мероприятии и подписаны ли уже какие-то договоренности. Добрый день, Динара. Стартовал форум в эти выходные. В нем принимают участие более 350 человек. Гости масштабного мероприятия посетили порядка 20 туристических объектов в Жамбулской области, провели специальные мастер-классы, семинары и побывали на выставке ручных изделий. Сегодня третий день форума. Состоялась официальная церемония открытия. Участники успели обсудить современные тенденции развития индустрии туризма Казахстана, возможности трансграничного сотрудничества вдоль Великого Шелкового пути, а также перспективы развития внутреннего туризма в Жамбулской области. К данному часу участники форума подписали уже шесть меморандумов, а вот о чем они договорились, предлагаю послушать эксперта. Одно из направлений деятельности нашей ассоциации – это как раз сотрудничество с разными странами, как раз по теме экотуризма, по возможности развития приключенческого, зеленого. Очень приятно было познакомиться с элементами Шелкового пути, о котором я слышал не один раз на международных туристических выставках. Сейчас здесь, в Таразе, была возможность познакомиться в очередь, что это такое, более познать. Для того, чтобы эту информацию начать доносить в Украине о интересных местах на Шелковом пути, мы хотели бы связать операторов Украины и операторов Казахстана в том, чтобы получалось такое сотрудничество. Добавлю, что Международный туристский форум завершится завтра показом модных коллекций казахстанских дизайнеров под названием «Тараз Фэйшн Дэй». Динара, слово вам. Спасибо, Анастасия. Это была наша корреспондент Анастасия Сулейманова. Она передавала из Тараза, где сегодня проходит международный туристский форум «Эйчен Тараз-2017». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова